зор это тоже как бы раскрытие торы во всем нужно проявить действие внизу поэтому ароном было совершено действие внизу 7 дней посвящения в течение которых он не выходил из скини и жертвоприношения на восьмой день чтобы пробудить такое же действие наверху при котором раскрывается единство во всем и тогда все миры получают благословения вызываемые коином а сам коин наполняется всем совершенством как подобает то есть необходимо воздействие предводителя на народ как на группу это арона нашего желания арона в нас которая бы воздействовала на группу так которая бы своим сплочением своими особыми действиями воздействовала на силу которая выше арона и арон не может на эту силу воздействовать сам вот интересно да он должен воздействовать вниз для того чтобы объединить их и они подействовали наверх и сила это выше снова будет действовать на него чтобы он снова действовал на них вниз чтобы они еще больше сплотились и тогда еще больше на большую высоту они больше еще силе выше будут воздействовать вверх то есть и вот так вот такая циркуляция зависит от народа конечно он не это народ зависит от него творец зависит то есть вы это высшая сила она откликается только народ это называетсяorar абим молитва многих народная молитва с называется народная просьба глаз народа рода нет он не может вам может он он будет может быть только учителем то есть это называется что он возносит молитву народа наверх но на самом деле здесь он в принципе заводится народом самое главное это народ и он заводит народ он заводит народ и он же заводится народом и через него народ идет наверх и благодаря народу арон получает возвышение духовное и народ получает возвышение духовно через через арона при этом мысли арона какие можно сказать только ради народа только ради народа потому что только лишь подъемом желания народа к творцу они смогут дать возможность творцу раскрыться я ровно при этом не существует здесь ни в каком виде только чтобы услуживать никак не коим образом по-другому